Итак, по совету суперблогера мамы Алены, мы решили поехать в одно замечательное место, которое находится сравнительно недалеко от Праги. Это город Либерец. И мы едем в самый большой интеллектуальный парк Чехии, в Акьюландию. Город Либерец находится недалеко от границы с Германией. Если у вас есть машина, то от Праги до Либерца можно доехать по прямому автобану по трассе R10 где-то за час с небольшим. А если на общественном транспорте соберетесь ехать, то на станции метро Черный мост нужно сесть на желтый автобус Student Agency и с комфортом доехать до центра Либерца. Автобусы ходят каждый час. Акьюландия. Место, где нет ничего невозможного. Переступив порог этого места, с первых секунд ты понимаешь, что возможности человека безграничны. Василиса, я могу сделать это одной рукой. Смотри, даже сильно не напрягаюсь. Шварценеггера вызывали? Все просто. Узнавай этот мир, находи свой талант и начинай мечтать. Все будет. Лично я в декорациях о Кейландии снимала бы фильмы о будущем. А как вам, к примеру, такой поющий фонтан и стена воды с функцией струйного принтера? Все что угодно можно напечатать. Ну как? Впечатляет? Пять этажей невероятных инсталляций, интерактивных экспонатов, викторин, конструкторов, головоломок, компьютерных приложений, научных шоу. Ох, за один день их при всем желании не обижать. В два-три захода может быть и то, не факт. Я считаю, что школьникам Чехии страшно повезло, потому что лучшего места для изучения законов природы и физики не найти. Мы с нашими друзьями Аленой, Виктором, Михуасем и маленьким Матвеем решили сходить на одно из научных шоу. Вообще-то посещение рекомендуют с десяти лет и в аудитории, сами видите, в основном одни студенты, но и в четыре, и в пять, и в восемь, и даже в тридцать восемь все это страшно интересно. Эксперименты с огнем, горючими газами, легко воспламеняющимися веществами. Раз-два-три! Вот это взрыв, да? Вот это да! Наши любимые эксперименты с жидким азотом. Пуляние пробками в зрителей под давлением жидкого азота Знакомые и незнакомые спецэффекты Смотрите сюда, внимание, сохраняйте спокойствие Итак Выкладываем и... А, так в фильме в терминаторе было такое, помните? Это какой, железный человек? Железный человек, в мое время был терминатор Вот и твое железное человека Потом чудаковатые профессоры-экспериментаторы решили смастерить вспышку по старинным технологиям Папа Витя фотограф, он тут же оживился Мы затаили дыхание И... Внимание сюда! Сейчас вылетит птичка! Сыр! И взрослые, и студенты, и даже маленькие дети были в восторге Правда, Михасика на секунду заглючила Мехасик, с тобой все в порядке? Да Михасик... Все хорошо? Ну ничего, потом прошло И напоследок еще немного волшебства из Акьюландии Мастер-класс по вызыванию джина Пойдешь вызывать джина? Нет Сейчас они нахимичат нам джина и мы будем загадывать желания Смотри, смотри, смотри Он прям, видишь, он прям уже готов Готов выйти из бутылки Калышится, калышится Чего? Тебе? Восемница? Да Слушай, это вину Более Потом пошло-поехало Мы попали в любимый детский павильон Где можно запузыриться самому, запузырить своих детей Потом в специальном бункере, похожем изнутри на автобус Испытывали силу ветра были на концерте любимых хитов в исполнении Моми. Это был просто кошмар какой-то. Еще то удовольствие. Мы чуть не оглохли. Но для того, чтобы понять, что это такое, наверное, стоило послушать. Что еще было? Мы спускались в подземные пещеры для того, чтобы разобраться в том, как появилась жизнь на планете Земля. А еще там есть павильон, где ты можешь попробовать себя в роли хирурга. Испытать силу своей мысли, сразиться в армрестлинг на костях, ну и тут же поболтать о жизни с роботом. Привет! Меня зовут Василиса. И что ты имя? Я машина. Мотор, камера, экшен. Последним на нашем пути был павильон, в котором можно отправиться в космос. И там я нашла малышку Кэт. Очень славная, умная и, самое главное, отзывчивая девушка. Работает в Кьюландии экскурсоводом. А это ее любимый экспонат. Петля Мяубиуса. Слышали о такой? Та самая, у которой нет ни начала, ни конца, и всего лишь одна сторона. А почему самый любимый? Ну, потому что, когда тут все закрывается... Ты ныряешь туда? Да. Правда? Да нет, я, конечно, шучу. Вообще-то, она не только моя любимая, все дети от нее без ума. Кажется, нужно такую штуковину дома займем. Каждому, каждому обязательно. Маме покой. Маме надо что-то сделать. Так, запустил. Пускай там. По кругу, как белки. Мы решили, что не отпустим нашу Кэт до тех пор, пока она нам что-нибудь космически интересное не расскажет. Ну вот, к примеру, видели такую мини-карусель? На самом же деле это... Здесь у нас модель того, как вращается вокруг своей оси планеты Земля. Да, та же самая скорость вращения. И вот тут, скажу я вам, у нас случился настоящий ступор. Вы только представьте себе, да, это не слишком ли быстро вращается наша планета? И почему нас при этом как-то не укачивает, что ли? Спросили у Кати, а Алена перевела. Потому что она уменьшена, поэтому кажется, что быстро. А если в размере Земли, то это примерно та же скорость. Ну не примерно, а, говорят, та же. Ну вот сейчас в данный момент... По сути, это Северный полюс, грубо говоря, это кусочек Северного полюса. Вырезали, понимаешь? То есть это центр Земли, грубо говоря. Да ладно, там крутится так. Ну в общем, вы поняли. Никогда не поздно сесть снова за парту. Вот если детей с малого возраста приводить в такие места, я думаю, что они будут намного лучше ориентироваться, чем мы с тобой. Ну что ж, так, осталось только с полетом меча разобраться. Кто из нас лучше всех учил физику в школе? Похоже, что папа Витя. Если бросить мяч в масштабах Земли, например, через всю Землю ровно, то он полетит в сторону, а не ровно. Да, если в образе Земли взять мяч и отсюда кинуть во Владивосток, то он полетит немножко в сторону. Да, 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 ты прав. Все верно. А еще, если посмотреть на все реки, то мы заметим, что один из берегов реки по той же самой причине будет всегда намного больше вымыт, потому что воду прибивает к одному берегу. Вот такие новости. Ну вы-то наверняка знали. Вы можете еще попробовать пройтись из одной точки в другую, и вы заметите, что это будет не так уж просто. Мы немного потренировались в кривохождении, а потом Кэт предложила нам по очереди прокатиться в центрифуге. И желающих, скажу я вам, оказалось совсем немного. Точнее, только я. Моя Василиса лезть в эту адскую штуковину категорически отказалась. Кто знает, может быть, следующее наше путешествие будет на Луну, а ты не умеешь летать, как космонавт в такой штуковине. Попробуй. Надо попробовать, давай, зая. В любой момент ты можешь сказать стоп, и она остановит. Нет, нет и нет. Миха, давай ты. Зато маленький Михай, смотрите, задумался. Любопытство взяло вверх над страхами. И... Ну что, Михайсик, теперь на вопрос «Кем ты будешь, когда вырастешь?» Ты можешь смело отвечать «Космонавтам!» Молодец. Все, люблю тебя, целую, обнимаю. Твоя мама. Пока. Молодец. 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 Субтитры подогнал «Симон»